Здравствуйте, приветствую вас на YouTube канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем пойдет речь в этом сюжете? Сегодня мы с вами поговорим о клематисах. Да-да, не удивляйтесь, все время я рассказывал вам об овощных культурах, сегодня будем говорить о клематисах. Почему? Да потому что слово клематис созвучно моей фамилией. Когда-то у нас в русском языке это растение называлось ломоносом. Если встретить в литературе название ломонос, знайте, что ломонос это тот же самый клематис. Почему ученые как-то потом забыли это русское название, стали называть латинским названием клематис, может быть, им неблагозвучно казалось это название. Но тем не менее, в русском языке, даже словаре Даля, вы найдете растение под названием ломонос. Так вот, почему в сентябре мы будем говорить об этом растении? Я как бы давно популяризирую это растение, уже более 50 лет, как я рассказываю об этом растении. У меня вышло несколько книг об этом растении, в том числе совместное издание с Центральным Батринским Садом нашей Белорусской Академии Наук. Вот почему я хочу обратить внимание на два момента. Первый момент, подбор ассортимента, ведь сентябрь это время начала посадок растений. И вы должны подобрать то, что вам нравится. Ознакомьтесь с ассортиментом этих растений. И второй нюанс, что можно сделать с клематисами в эту пору. Какие операции необходимо провести, и даже можно ли размножить эти растения осенью. Это очень интересно. Смотрите, начнем с того, что вроде клематис существует где-то 230-250 по разным источникам видов, и где-то сейчас парадка около 3000 сортов клематисов существует. Так вот, все клематисы делятся на две большие группы. Во-первых, клематисы кустовидные, вот которые передо мной стоят, такой вот с беленькими, меленькими цветочками, и клематисы вьющиеся. Поэтому знайте, что кустовидные клематисы бывают от высотой от 20 до 1,5 метров. Чем преимущество этих клематисов, в чем они хороши, что им не надо опоры. Они имеют, как правило, прочные стебли, которые хорошо держатся, и они растут без опоры. Ну, конечно, цветки их мелкие. Самый крупный цветок таких клематисов где-то бывает 7-8 сантиметров в диаметре, а так в основном где-то 1,5-2 сантиметра. Но эти клематисы чем хороши? Они берут массой. Цветков очень много, соответственно, потом очень красивые плоды, поэтому это все привлекает, конечно, цветоводов. Лучшиеся клематисы чем? Они более капризны, почему? Для них надо опора. Без опоры они тирают свою красоту. Но зато потом на их тонких побегах распускаются сотни цветков. Сотни цветков самой различной окраски. И цветки, как правило, более крупные. У вьющихся клематисов цветки бывают от 5 до 25 сантиметров в диаметре. Ну, и это еще не все. Вьющиеся клематисы делятся на две большие группы. Все травянистые клематисы цветут на молодом приросте, те, которые растут в нашем условиях Белоруссии. Все вьющиеся клематисы делятся в две группы. Там есть клематисы, которые цветут на молодом приросте, то есть с текущего года, и клематисы, которые цветут на побегах прошлогодних. Так в чем будут особенности агротехники тех и других клематисов в эту пору? Значит, не забывайте, что если клематис цветет на побегах текущего года, значит, вот эту ботву можно не сохранять. Все эти ветки, листья, такие клематисы мы будем образать. Но эту работу уже можно сделать в конце сентябра, в начале октябра. Что мы сделаем? Берем секатор и на высоте где-то 15-20 сантиметров земли срезаем все веточки. Срезали ветки. И осталось дальше, что нам сделаем? Дальше будем подкармливать этот клематис. Чем мы будем подкармливать клематисы? В эту пору? Любые. Которые и на старых побегах растут, которые цветут на старых побегах, которые на молодых побегах также цветут. Значит, чтобы наши клематисы хорошо цвели и радовали в следующем году нас обильным цветением, мы возьмем вот такое простое удобрение, называется монокалийфосфат. Монокалийфосфат, здесь значит, есть калийфосфор. калий, фосфор. Так вот, 100 грамм этого удобрения для больших кустов, пол 100 граммовки для средних роста кустов и столовая ложка этого удобрения для слабеньких кустов. Вокруг рассыпаем, заделываем почву. Также не забываем, что все клематисты, кроме подкормки, они очень любят щелочную реакцию почвы. Поэтому посыплем также 200 граммовый стакан доломитовой муки вокруг наших растений. Посыпали это, и все, как бы, тяпочкой мы прорыхлим почву вокруг кустов, прорыхлили почву вокруг кустов, и, как бы, заделали. Дальше, ну, клематисты, все-таки, культура более южная, иногда даже в наших условиях белорусских может подмерзать. Что сделать, чтобы они не подмерзали? Значит, мы замульчируем, перегнуем весь приствольный круг. После того, как нашли удобрения, мы можем пролить, чтобы эти удобрения растворались в почве, пролили эту почву, и делаем, мульчируем, слоем 5 сантиметров, перегнуем, засыпаем наши клематисты. Все, наши клематисты будут хорошо зимовать. Но клематисты, которые растут на побегах прошлогодних, которые цветут, мы зашистили только, как бы, зашистили корни. Это хорошо. Но у них могут подмерзнуть побеги. Поэтому есть два варианта. Вариант первый. У нас позволяют опоры. Мы можем обставить наши клематисты лапками еловыми или из можжевельника казацкого. Обставляем нашу всю эту лозу, всю эту опору и, конечно, закрепляем. Привязываем его шпагатом, проволокой, неважно чем. Но факт то, что вот такая зашита, вроде бы, небольшая зашита, уже будет предохранять наши лозы клематиста от зимнего подмерзания. Если у вас нет такой возможности с тем же лапником, значит, мы эти побеги просто аккуратненько все каторжиком прошли, срезали все листики, которые зацепились за опору и опускаем на землю. Но вот здесь большая ошибка наших садоводов, в чем кроется? Что клематист нельзя ложить на голую землю. Если эти побеги положить на голую землю, значит, они могут просто-напросто подобреть. Поэтому под них обязательно надо что-то подослать. Это могут быть досочки, это бровночки какие-то положили и только на них укладываем клематист. Далее клематист мы можем опять же приложить той же, тем же тонкой досочкой, например, или любыми ветками, которые у нас получаются при обрезке сада, приложили и только после этого мы их будем укрывать пленкой. Накрываем пленкой, но края не закрываем. Получается, как бы, чтобы воздух ходил, чтобы была вентиляция. В таком вентилируемом состоянии, прикрытые пленкой, ваши лозы очень хорошо перозимуют и порадуют на следующий год вас ранним и обильным цветением. Но сделали, мы как бы приготовили в зиме, мы удобрили, мы это сделали. Так вот сейчас расскажу, как размножить эти растения в эту пору. Потому что, как бы, тоже многие стараются расширенковать, но коэффициент выход новых растений, как бы, невелик. А получить где-то 100-150 растений с такого среднего куста, средней силы роста, это очень-очень просто. Что мы берем и делаем? Сделается очень просто. Мы берем, значит, снимаем наши клемачи с опоры, полностью. Не важно, клемачи цветет на текущем приросте или клемачи, который цветет на прошлогоднем приросте. Снимаем, ложим на землю, снимаем и, как бы, скручиваем чуть кольцо. Ну, лозы чуть хрустят, ну, так осторожненько, чтобы их не поломать. Ну, вот скручиваем кольцо и укладываем, как вот, вдоль куста, в том направлении, где, ну, он вам просто не будет мешать. Ложили эту лозу полностью, вот, с цветками, совсем, уложили вдоль куста, где-то вдоль рада уложили все, чтобы она вам не мешала. Вдоль дорожки, например. Это уже, смотрите по вашим обстоятельствам. Положили и после этого мы засыплем эти побеги, сколько нам возможно, ну, оставляя только на поверхности вот эти самые верхнюю часть побега, только незакрытой, засыпаем или почвой, или пирогноем. Пирогноем, конечно, лучше слой 5 сантиметров. 5-сантиметровый слой пирогноя засыпаем. Что нам это дает? На засыпанной части лозы весной пробудятся почки. Даже много там почек пробудится и станут расти. И наши растения могут даже затвести. Зрелища очень красивые. На земле получается ковер, цветки где-то 15 сантиметров высота ножка и там такие просто сидят большие-большие цветы клематисов. Это очень как бы красиво. Вот. Но самое главное, что за лето наша присыпанная лоза очень хорошо укорняется. Осенью нам остается срезать ее при той месте, где она была прыгнута к земле. Вот. С этих молодых побегов, которые остались на поверхности, у нас растут новые лозы. Вот. А тут мы выкапываем, полностью часть выкапываем и делим на части. Поверьте, что там такие красивые саженцы и такое большое количество, 150-200 штук, вам, конечно, это достаточно вполне, вполне, вполне наградить и друзей, и знакомых, и близких. Такой вот очень простой и легкий способ размножения клематисов. Так что, я думаю, если вы будете следовать этим советам, эта культура будет радовать вас долгие-долгие годы. Вот. И удивлять. Удачи вам! Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Смотрите нас. До новых встреч. До свидания.